Итак, друзья, практика преподавания Python или как научить писать код с головы. Метод бомба. Итак, здравствуйте, ребята. На данный момент занятие будет чисто практическое. Хоть это занятие для конкретного человека, но все-таки я его сделаю открытым. Почему? Потому что это тот момент в жизни программиста, когда надо что-то начать писать. Вопрос как? В этом занятии я продемонстрирую, как это происходит на практике и дам задание, следующий этап данному человеку, что ему надо сделать. Мы рассмотрим его в двух практических аспектах. Что я хочу? Покажу пример из кода RAS и покажу код на Django, то есть практическое использование. В данном случае мы будем использовать и исследовать объект первого класса. Что это такое? Нам надо разобраться. Нам надо научиться читать код, нам надо использовать документацию, то есть все это должно получиться. Но сначала пару слов. Внизу сразу ребята, которые новички, вам многое может быть непонятно. Я, этот парень уже занимается не первый месяц, то есть мы много прошли, мы прекрасно владеем функциями, мы прекрасно разбираемся во многих вещах, но идем последовательно. И перед этим стояло несколько вопросов. Вопросы стояли следующие. Здесь должно быть 20 вопросов, я взял 3. Этого достаточно, чтобы написать первый код. Объект первого класса, что такое объект, в этом мы разобрались в течение месяца, из чего надо начать изучение классов. Это у нас впереди. На этапе функций мы должны написать первый код. Ребятам, которые новички, которые не понимают, для этого лучше всего в описании есть ссылка, перейти, почитать в системе индивидуальное обучение, нажать купить, задать вопросы по почте и начать учиться. Разные планы. То есть сейчас я демонстрирую вот этот очень сложный момент перехода от того, когда мы знаем теорию, до момента, когда надо написать первый код и как это сделать осознанно. Итак, поехали. Данное занятие делается для конкретного человека, но я не буду называть его имя, так как каждый смотрящий может перенести его на себя. Итак, предыдущий ответ от 7 до 8 был следующий. Что такое объект первого класса? Элемент может быть сохранен в переменной структуре данных, элемент может быть передан в функцию, и элемент может быть возвращен из функции как результат. Это все верно. После чего я задал вопрос. И вопрос вполне нормальный. А как же работает объект первого класса? По сути дела, то, что раньше было отвечено, это то, что мы с этим можем делать. А нас интересует почему. Вот открыли мы функцию, и нам же надо как-то размышлять. Вот строка getObjectOrg404. Иными словами, мы это продемонстрируем. Есть у нас определенное количество записей в Django, допустим. И нам надо принять решение написания собственного кода. В данном случае все банально и просто. То есть мы увидим это чуть позже. Теперь давайте рассуждать, что здесь не так. Смотрим, в чем дальше разобрался данный парень. Данный парень гарантированно будет писать, если дойдет. Тем более у него интересна солидность, токены. Ну то есть все нормально. Опять, теперь я вижу уже глубже понимание. Но мы сейчас зачитаем всего одну строку и перейдем к практике. Итак, я вижу опять повторение. Но уже появляются слова. Так как мы до этого изучили, что такое объект. Я сказал, что надо приходить индивидуально. Тогда будет полная картина. Потому что многие ребята приходят... Ой, понятно! Что понятно, ребят? Шесть месяцев вы будете писать. А то... Ой, понятно! Ой, понятно! Что понятно? Ничего не понятно. Итак. Смотрите, что сделано правильно. Функция от работы возвращает какое-то значение. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Надо было сделать акцент на значение. Вот в этом именно и есть принцип работы класса. То есть, объекты первого класса. Вот у нас есть строка. Кересет. То есть, выборка, да, при свой значении get kerset. Мы видим, так как есть скобки, это у нас функция. Вот она вверху. Иными словами, функция у нас имеет большое количество строк. Но мы смотрим всего на одну строку, на две. То есть, то, что он возвращает. Для того, чтобы работать с объектом первого класса, надо понять. Мы все упускаем, а берем только возврат. В этом и суть объекта первого класса. Теперь, что я от вас хочу на будущих уроках. Первое, что я от вас хочу, это... Первое. Я сейчас вам покажу, но многое буду упускать. То есть, рассказать и доказать кодик. Вторым шагом вы выбираете абсолютно любую библиотеку. Можете джангом, любую, без разницы. Мне без разницы. Но мы там должны применить на практике объект первого класса. Любую библиотеку. И мы работаем. А сейчас поехали дальше. То есть, сейчас будет домашнее задание, я проговорю в конце. Но если вдруг забуду, то рассказываю. Вот то, что я сейчас буду показывать, вы мне показываете, только разъясняете подробно. Потому что я сказал, многие вещи я буду специально упускать. Итак, для начала давайте вот что сделаем. Да, я здесь напишу. Вот 23-го, 0-9-го, 2024-го. Сначала давайте я расскажу еще один момент, что я добиться хочу. Я хочу добиться, чтобы человек реально писал код. Добиваться это можно постоянно направляя вопросами и идти именно маленькими шагами. С, в данном случае с абстрактных вопросов трех, мы добились следующего шага. Что рассмотрев такой объект, у нас появились такие понятия, как значение. То есть то, чем мы можем размышлять. Месяц мы били объект, но добились. Это выглядит следующим образом, что мы видим значение только. Иными словами, когда мы открываем функцию getObjectTor404, здесь мы оперируем только значением. В этом и суть объекта первого класса. Запомните этого. Вот это было вашей недоработкой. Но чтобы эта недоработка ушла, нам надо полностью перейти в практическую сторону. Итак, погнали. Я возьму вашу функцию, которую вы здесь применяли, чтобы мне долго ничего не думать. И здесь сделаю 2.1 или 2.a. Пусть будет так. Вот у нас есть функция, которая у вас нечто делает. Что мы с вами добились? Мы добились, что такое объект. То есть то, чем надо думать. Большинство ребят, которые даже сейчас смотрят, они говорят, в Python все объект. И все. Это объектам думать нельзя. Но здесь мы добились, что... объект, это у нас тип, плюс значение и плюс ID. Все. Это то, чем можно думать. То есть в любой момент времени здесь есть тип, есть значение и есть место в памяти, которое и определяется ID. Отлично. Если вы думали, посмотрели и поняли, ничего не будет понятно, пока не проработаете. Погнали дальше. Теперь давайте посмотрим. То есть если мы уже разобрали, что такое объект, давайте посмотрим, попробуем поработать вот с этим объектом. И прибавить 2. Как видим, мы получаем исключение. Это прекраснейший метод. И это единственный метод, с которым можно работать. Иными словами, мы опираемся на исключение. То есть я требую у человека, который приходит обучаться, чтобы он работал с исключением. Когда он начинает работать с исключениями, код он забудет. Но исключение ограниченное количество. Он четко будет понимать, что делать. В данном случае написано, что нельзя функцию плюс добавить целое число. Отлично. Все правильно. Нельзя. В данном случае давайте посмотрим, что нам выводит за тип. Мы знаем, что у нас объект это уже что? Это уже тип в первую очередь. Не в первую, а вообще в одну из очередей. И берем, проверяем. Действительно мы получаем это function. Мы не можем сложить, допустим, вот это все. Вот это все. Вот. Вот это все. С числом. Это было бы глупо. Правильно? Мы не можем сложить этого. Но мы можем что сложить? Мы можем сложить конечное значение. Теперь давайте посмотрим, сделаем так. Раз объект первого класса в Python функция, то значит он должен и без всего работать как объект первого класса. Давайте проверим. Это легко проверить, если сделать его функциональным объектом. плюс 6, плюс 5. Мы получили исключение, абсолютно правильное исключение. Почему? То есть у нас отсутствует два позиционных параметра. Мы смотрим, функции мы прошли, здесь у нас проблем нет. Остальные ребята приходят просто учиться, да? И все. Это исключение мы получаем обязательно, получаем каждый раз, чтобы у нас не было потом проблем. Значит, отлично. Мы дальше продолжаем работать и следуем. Теперь обратите внимание. Помните, я вам сказал, что значение для нас имеет, помните, да, объект тип, значение, ID. То есть это то, чем мы можем думать. В данном случае мы понимаем, когда потом мы перейдем к классам, вы поймете, что это будет сейчас задел, да? И вам будет понятна потом работа с классами, с атрибутами. Сейчас я говорю, что, обратите внимание, здесь надо было написать, что основа это значение. Смысл работы объекта первого класса это возвратить значение. Ну что ж, смотрим. Теперь мы, когда пришли вот к этому, мы сейчас добавляем два каких-то числа, чтобы убрать эти, добавить эти позиционные параметры, да, передать аргументы. И получаем число. Все класс. В данном случае абсолютно видно. Теперь смотрите, уже с написания функции мы в голове что держим? Тип. Тип у нас флоат. Почему? Потому что здесь, скорее всего, получится не целое число. Абсолютно верно. То есть, смотря на функцию, мы уже при работе с объектом первого класса держим в голове тип. Флоат. По сути, это дело можно было вбить в комментарий. Действительно, проверяем фан, да, как функциональный объект. И проверяем тип. Мы получаем тип флоат. Теперь нам вполне понятно наши операции. То есть, мы понимаем, что мы можем делать. Все, что мы можем делать с типом флоат, то мы можем делать с этой функцией. И, как мы видим, здесь возвращается результат. То есть, уже идет сама по себе функция. Она ведет себя как объект первого класса изначально. Но зачем же нам объект первого класса? А вот здесь получается очень простая ситуация. Давайте прочитаем то, что вы написали. Объект первого класса может быть сохранен переменной структурой. Хорошо. Это прекрасно. Мы это на Жанго посмотрим. Передан функцию. Вот. Это интересно. А как же это сделать? Давайте попробуем передать его в функцию. Получится ли? Мы пишем некую функцию. Def.mm И пробуем передать. Саму функцию. Саму функцию передать как параметр. И возьмем второй параметр какой-то. И здесь. Так. Что такое? Оно даже, видите, не срабатывает. Мы однозначно получим что? Исключение. То есть, да, сама функция ведет как объект первого класса, но саму функцию параметра мы не можем передать. Почему? Потому что это не забито в языке программирования. Слишком много, да, язык закипит. Вот тут момент. Вот который момент вам надо понять было. Вот тут мы вычисляем значение. Вот сейчас мы вычисляем значение. И у нас идет возврат. А здесь мы работаем с самим значением. То есть, мы понимаем. У нас flat. Отлично. Значит, что нам надо сделать было в промежуточный сах? Мы держим в голове значение. Значит, нам всего лишь надо присвоить переменные. Флотобжекс присвоить значение данной функции. Итак, теперь давайте посмотрим тип флотобжекс. вот теперь ситуация меняется. Действительно, мы получаем пользу от объекта первого класса. И действительно, мы его можем как-то применить. Давайте это сразу проверим. Все надо проверять. Давайте. Итак, что мы делаем? Мы берем следующее. Берем некую функцию, пишем. Берем, возьмем, чтобы нам было понятно, флотобжекс. New. Это у нас будет функция. И здесь вбиваем нашу переменную. В данном случае сделаем немножко упрощенный вариант. флотобжекс. И возьмем дд. Дальше возьмем, сделаем следующее. У нас функция сейчас доступна, либо будет, мы предлагаем импортированную, но мы сделаем вот так, чтобы это было проще. Не будем усложнять. Теперь, что мы сделаем? Мы берем дд, наш второй параметр, плюс флотобжекс. Так, стоп. олпут. Чтоб нам было проще и понятнее, мы сделаем длинную функцию. олпут. да, вывод. И теперь мы берем флотобжекс, флотобжекс, плюс параметр дд, некий. И возвращаем, возвращаем, что мы возвращаем? все правильно. Вот этот вот параметр. Итак, чего у нас тут не сбило, это надо посмотреть. Секундочку. Где-то мы поставили. Вот здесь мы видим исключение, вот в InvalidSync. Мы это оставляем, исключение всегда оставляем. Здесь уже все будет нормально. Теперь мы пробуем ее вычислить, получаем первое исключение. Сначала смотрим, видим function, да, флот, тип, то есть все перед нами открывается, все видно, отлично. Поехали дальше. Получаем исключение. Два аргумента надо передать в параметры. Отлично. Поехали дальше. Передадим два параметра, каких-то 8, 9. И у нас получилось 10. Абсолютно верно, если все проделать, проделайте сами, то есть здесь были вбиты, но здесь могли быть вообще переменные, мы просто сделали, чтобы это было более понятно. В данном случае теперь отработало все корректно. Действительно, мы простым вариантом, мы не лезли в функции высшего порядка сейчас, мы брали объект первого класса. Все, теперь все круто, оно отработало, мы смогли применить функцию, хоть она написана где-то там, но тем не менее присвоив значение. Простой вариант совершенно, но для понятности. Теперь я прежде чем перейти к Джанго, перехожу к ответам и говорю МА-ЛА-ДЕС. Именно следующий вопрос я хотел вам поставить какой? Чтобы вы добавили описание, потому что вот это переписка общая, с Википедией, которая ни к чему не относится. Иными словами и неприменимо и непонятно. Не забывайте наша цель, чтобы вы написали первый код. Для этого мы с вами заготовили два шага. Сначала вы объясняете, а потом я хочу, чтобы вы работали с реальной библиотекой и думали реально, без всяких подсказок. Писали код с головы. Итак, в чем вы молодец? Смотрите, мы перечисляем предыдущие свои размышления. Объект первого класса так, 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 стоп. Этот вопрос можно перефразировать в следующем какое преимущество дает использование объекта первого класса. Я думаю, вы это уже уловили. То есть просто-напросто мы вынуждены и любой язык его поддерживает. Самая частая операция. Приведу свои размышления объект первого класса это фактически подмножество родительского множества объектов. Объекты обладают следующими у объекта есть адрес памяти, где это хранится. Ой, как мне приятно читать эти строки. Я вижу перед собой размышления программиста. У объекта есть тип, который определяет допустимые операции. И у объекта есть значение. Мы сейчас, когда работаем с объектом первого класса, мы с вами оперируем значением. А вот это мы с вами просто держим в голове, потому что это как есть. В принципе, этот принцип мы используем в жизни всегда. Я рассказывал на одном из вещей. Вам надо добраться в точку А в точку Б. Значит, смотрите, на самом деле, если взять тип данных, то для тех людей, которые не учатся по моему методу, они работают с типами данных, и у них выливаются что? Скобочки. Абсолютно верно. Ошибка в данном обучении заключается в двух вещах. Первое. То, что справочники составлены как передача информации от профессионала к профессионалу. В этом нет ничего ни хорошего, ни начали писать книги и идти в этом порядке и давать курсы. Это бесполезно. По одной простой причине. Сколько ты не объясняй новичку про типы данных, что он вынесет на выходе? Он вынесет, что это скобочки или кавычки. Как применять он не может. Он не может соображать типом, он не может этим делать. Этому надо учиться. Значит, что надо перевернуть? Во-первых, выделить всего четыре вещи. Во-вторых, что сделать? Дойти до типа. Вот такими шишками. Возьмем примеры жизни. Вам надо найти из точки А в точку Б. Вы подбегаете к велосипеду и начинаете как мантру читать. Велосипед это механическое транспортное средство. Это вам даст возможность поехать? Не даст. Вы четко знаете, что на велосипеде объект первого класса, вспоминайте, да, я могу поехать. Для этого надо просто сесть и крутить педали. Мое действие крутить, то есть возвращает педали, я кручу педали, получаю движение. То есть это и есть работа объекта первого класса в жизни. И этих ситуаций куча. Абсолютно так же работает язык программирования. Поехали дальше. Мы с вами говорили, что для того, чтобы успешно овладеть программированием, надо выделить всего четыре конструкции. То, что мы делаем в школе. Я вам напоминаю, что для этого надо просто прийти в школу, потому что не в школу, а конкретно записаться на индивидуальное обучение, внизу ссылка, и купить курс. Тогда будет полноценно, потому что сейчас я показываю результат определенной работы. Поехали дальше. У объекта есть значение. Мы при работе объекта первого класса оперируем сейчас только значения. Остальное просто мы знаем, это держим в голове. Ранее я перечислял свойства. Да, это неприменимо. Это даже подготовка. Вот сейчас уже немножко получше. В чем заключается ваш рост? Смотрите. Объект первого класса может быть сохранен переменной структуры как изменяемая переменная, то есть передается по ссылке при сохранении как результат. То есть вы начали соображать, что может быть список, кортеж и так далее. Иными словами появилось слово мы месяц разбирали объекты и к чему мы пришли к ссылке. Ребят, это опущено здесь, потому что с этим надо разбираться. Это и есть программист. Показываю маленький фрагмент как это не работает. Без этого в классах делать нечего, потому что это основа работы с классами. Ссылка. Для этого надо просто прийти и учиться. Буквально маленькое отличение на одну статью. Человек работал инженером, а я говорю, что этот человек в данный момент тоже не может писать код самостоятельно с головы, он его копирует. Обратите внимание, если вы попытаетесь найти слово ссылка в классах у него, у него она практически если где-то будет, везде отсутствует. Почему? Потому что в чем заключалась проблема? Проблема заключалась в том, что когда он начинал изучать язык, он не обратил внимания, не разобрался ни с объектом, ни с ссылками, ни с чем. В итоге он пишет для новичка вот такой вот код. К нему приходит на собеседование человек, сидят два барана, один ни хрена не пишет, и второй ни хрена не пишет. Но один все-таки принимает на работу, делает умный вид, второй старается сказать, что-то сказать. написал вот этот код, какой вопрос надо было задать? А что это? Вполне понятно человеку, который программирует, что в данном случае экземпляр не будет отрабатывать, потому что по одной простой причине нету ссылки на этот объект. Экземпляр будет в пролете. Если бы это было значение, например, мы вычисляли радиус, это было бы значение π, то его бы смело можно было вписать. Все остальное здесь не работает. Итак, если мы просматриваем код, то, что они пытаются объяснить, что здесь все классно, и вот проблема-то, он говорит, заключалась в чем? Проблема, он говорит, заключалась в том, что оказывается, оказывается, через лет 15 после начала изучения Python, мы не знали двоем разницу между работой атрибутами класса и атрибутами экземпляра. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но вопрос, а что мы делали 15 лет? И делаем выводы. Ссылки выпадают, атрибуты выпадают, что еще получается? А получается, что мы не пишем. Любой язык заходи, будем как снаново изучать. То есть, на данный момент тоже человек данные не пишет, а копирует код. Ладно, погнали по нашему. Появилось. Прекрасно. Месяц не зря. Объект первого класса может быть передан функцией, мы только что пробовали, результат работы объекта первого класса и передается по ссылке. И обратите внимание, вы здесь упускаете опять значение. Ведь мы с объектом первого класса работаем всегда только со значением. В этом же и красота. В этом опять выпустили. Вот это я хочу, чтобы вы потом все уточнили, проделали, рассказали и вернули значение там, где ему должно быть. Все очень просто. Функция от работы возвращает какое-то значение, это же разные все, может быть передан функцию, так что? Тип вы взяли, прекрасно. Где значение? Функция от работы какое-то значение, которое молодец. и передается он следовательно по ссылке. Возвращает ссылку на объект, в виде результата работы есть значение. Вот здесь вы все исправились, вот здесь пока немножко путаница. И аналогии, которые вы привели, потому что для работы я использую разные языки, мы залазим в JS, в C++, то есть надо было разобраться с ссылками, чтобы человек мог представить ссылки. Для этого надо было разобраться с указателем. Все, погнали дальше. Итак, прекрасно. Теперь давайте все-таки возьмем более конкретный пример. У нас есть библиотека. У Джанго не обязательно тут разбираться. Итак, я веду в курс. Очень простой пример, самый часто используемый. Мы возьмем у Джанго функцию, которая используется чаще всего. То есть в любой записи будет соответственно. Если мы берем абсолютно любую другую библиотеку, объект первого класса будет работать так же. поэтому нам не важно структура работы Джанго, нам важно понимать только объект первого класса. Итак, так, 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 я немножко не то. Сначала я маленький момент покажу из социальной сети на Джанго, например. Вот этот момент. То есть то, что мы сейчас будем разбирать, чтобы вы понимали. То есть абсолютно вы работаете неважно с чем, мы сейчас будем рассматривать эту функцию. Вот смотрите, вот это у нас объект первого класса получается, функция сама, да, и мы присваиваем переменной. И дальше какой мы вывод должны делать? То есть смотрите, ребят, важно. Дальше у нас в голове понятно, мы работаем как с атрибутами. Все. Сейчас посмотрим этот пример. Давайте промотаем и увидим, где оно используется и каким образом. Так, аякс мы не смотрим. сейчас я хотел найти строку одну. Так, секундочку, секунду. Давайте даже в двух случаях посмотрим. Итак, первый случай, да, потом пройдем это. Like View, да, то есть вот у нас пост, вот у нас функция, да, выбираем, выбираем по пользователю, да, Recuse Get, то есть выбираем, то есть по номеру записи, а дальше, дальше выбираем по пользователю. Это первая вещь. Вторая вещь, например, вторая вещь, так, не то, 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 не то. По ZDT. Итак, обратите внимание, тоже, вот у нас есть определенная материя, мы вбиваем один параметр, второй, то есть опять же модель и ID, то есть ID хранится в базе данных, с твоей стороны Жанг создает ПК, то есть первичный ключ, который она понимает. И дальше, если мы посмотрим, обратив внимание на эту став, мы находим такие строчки. Став likes фильтр. Сейчас мы это немножко проработаем, чтобы было понятно работа объектом класса. То есть, смотрите, момент принятия решения на написание кода в данном случае. Теперь, ребята, еще раз говорю, не надо делать то, что делают многие. А, понятно, чтобы вы фрагментик видите. Я сказал, что файл длинный, а еще много всего надо пройти, поэтому лучше учиться. ну что ж, погнали. Доскажу. Запоминаем. Став likes фильтр. Вернемся потом немножко посмотреть. Итак, теперь, теперь у нас есть жанга. Я сейчас, это я для себя делал, переделаю джанга, чтобы с нуля вам писать. Ладно, давайте, чтобы время не тратить зря, я сделаю так. Итак, у меня есть совершенно конкретная модель. Вот у меня есть пост. Да? Пост. Какие мои действия? на данный момент я должен принять решение на написание собственного кода. Давайте я попробую сейчас это сделать. Мы крутимся вокруг объекта первого класса. Итак, сначала я нахожу метод, который меня интересует, который мы рассматривали. Самый частый метод жанга getObject Tor 404. Мы возьмем два метода getObject Tor 404 и getList Tor 404. Иными словами, здесь выводится одна запись, там все записи, ну, чтобы было так просто. Идем дальше. Мне этой информации достаточно? Нет, недостаточно. Конечно, я здесь могу посмотреть, но для того, чтобы мои убеждения были правильные, я должен что сделать? Абсолютно правильно пойти в исходный код. В джанго все очень стройно, здесь показано, вот здесь вот находит исходный код. Я открываю исходный код, мне надо найти директорию джанго. Я нахожу директорию джанго, внизу я нахожу этот файл и нахожу эту же функцию. Вымакс это было двумя клавишами сделано, да, это все было на автомате. Но я беру ручками. Итак, первое, что мне надо посмотреть. Давайте я буду смотреть. Get Object Org 404. Что меня здесь интересует? Я должен принять решение написания собственного кода. Меня интересует, каким образом я хочу написать. И вот эта строка мне ставит все на свои места. Зная, что функция в Python объект первого класса, я вижу, что эта функция, так как здесь есть скобки, оператор вызова, и я вижу переменную. По сути дела, мне надо выяснить, давайте выяснять на практике, какие вещи, что мне передавать и как передавать. С другой стороны, вы же Django не знаете, а я вам сказал, что здесь не в Django дело. В любом другом приложении код будет примерно одинаковый. Извлекаться будут человеческие логические разные вещи, но код будет одинаковый принципиально. Теперь давайте делать так. Так, так, так. Где моя делась? Делась моя. Я импортировал Django, я импортировал эти функции, и я что делаю? Став пост объект all. Почему я так делаю? Давайте пойдем в исходный код, он нам поможет. Сначала я смотрю на что? Сначала я смотрю, принимаю решение, это объект первого класса, ясно, я буду работать с переменной. Это первое, второе, я буду работать как атрибуты, то есть через точки. Это я по-простому объясняю. Я вижу ответ, то есть это будет работать при помощи метода get, то есть отвлекать один объект. Второй момент, мне бы надо было выяснить, каким образом это работает. Я вижу, что вот оно действие по умолчанию, то есть есть класс, есть default, есть all. Иными словами, давайте доберемся до определенной строки, вот здесь. значит, я прямо сейчас беру вот эту вот ситуацию, которую мне подсказал код, то есть я могу взять класс, это то, что у нас есть сейчас параметр, который обязательно, остальное все не обязательно, любые именованные, любые именованные, любые позиционные, но в любом случае аркварт для меня говорит, что это будет поиск, это будет однозначно. Поэтому я просто беру свою модель, которую я импортировал, я беру вот то, что здесь выглядело Default Manager, это и есть Objects, и метод Al, где я взял этот метод, этот метод я взял, я вам помогаю, чтобы вы понимали мое размышление. Я беру TearSet Maybe, то есть методы выборки, беру метод Al, где видно, что выбираются все записи. Итак, я запускаю, беру Staff переменные, получаю действительно записи, которые у меня добавлены в админке. Не смотрите, я тут по-разному, по-быструхе все наблюдаю. Меня интересует тип Staff, ведь я же работаю с объектом, то есть я не произношу, как попугай, Python все объект, Python все объект, что такое объект, хрен его знает. Нет, я думаю, тип, тут же есть тип у этого Staff, и смотрите, что я делаю, тип Staff, Django, Db, Model, вот куда я доберусь. керрисет, выборки, то есть получается, что бы я вот здесь не делал, я вот, вот он метод, да, вот, аль, вот я добрался керрисет, правильно, все правильно, я добрался до метода в выборке с моделей, вот в принципе на этом и заключается работа с любыми веб-фреймворками, засунуть запись в базу данных и извлечь ее, вот и все, я вижу путь, теперь я решил поработать вот с этой функцией GetObject R404, что я делаю, вот смотрите, первый пост просто его ID 1, но это я точно знаю, так как я работаю, да, с этим, сейчас, я его первым создавал и не удалял специально, я беру переменную Staff, я теперь работаю как с объектом первого класса, иными словами, я четко понимаю, что я понимаю, давайте посмотрим, сейчас, давайте договорю, записываю, что я делаю, мотаю и смотрю, отлично, класс, мне надо один обязательный параметр, давайте мы его попробуем то не указать, то есть, я добавлю в ячейку и попробую не указать, ID я оставляю, и что мы получаем, один позиционный параметр класса, абсолютно верно, мне приходится пойти теперь в исходный код и посмотреть, что не так, я вижу, что действительно один позиционный параметр, но теперь меня интересует, а что же это такое, ну что ж, здесь очень четко все определено, и я могу четко для себя понять, что здесь такое, а вот написано либо методы выборки, либо менеджер, в моем случае это получается либо objects я могу использовать, либо какой-то метод, дальше я это оставляю и иду дальше, и так, я указал в данном случае эту модель и я указал ID, я не могу здесь указать ПК, почему, потому что у меня не подключено полностью Жанга, то есть я увижу, что ПК есть на дефинер, если бы я писал функцию Жанга, оно бы это сработало, но в данном случае при работе с API это не сработает, поэтому для того, чтобы это же есть API, в этом смысл работы API, чтобы указывать что-то конкретное и понять суть, поэтому я делаю ID, присваиваю имя записи 1, я просто точно знаю, что вот это записи 1, что будет, если записи нету, я, допустим, укажу 123, этой записи точно нету, я получаю что, но matching carry, да, то есть иными словами получаю строку и вот оно исключение, которое описалось иными словами, но нет такой записи, вот оно вернуло, ладно, я скопирую опять, добавлю еще одну строку и добавляю, обратите внимание, мы не отходим, я точно знаю, что у меня есть запись 1, теперь API мои будут работать, и так, я вставляю, все, теперь мне надо понять, что такое став, став, вот он первый пост, теперь давайте посмотрим, как же это сработало, это сработало следующим образом, для этого мне надо опять зайти в исходный код и посмотреть, значит, вот эта строка, тот момент строки, на котором я принял решение, что я буду писать код как объект первого класса, то есть через переменные и то есть через атрибуты, следующим всяком напоминаю, что я выяснил, что вот керюсет, то, что какая работа будет сделана по умолчанию, будет указан класс из документации, мне понадобилась все-таки документация, потому что класс, я смотрю, что может быть хоть и документация, это может быть модель, либо менеджер, либо керюсет, а давайте сложим голове, ведь все очень просто, и все в одной плоскости на самом деле находится, вот у нас есть модель, в базе данных, представьте, да, теперь мы думаем, второе менеджер и выборка, иными словами, нам надо как-то добраться до этой бази, для этого надо менеджер, и нам надо знать, что извлечь, одну запись, две, пять, каким образом, то есть надо метод, то есть все находится действительно в одной плоскости логически, все очень просто, значится, что мы делаем, да, где оно делось, я смотрю, классом может быть модель, менеджер и выборка, что-то в моей голове начинает не вязаться, а что конкретно не вязаться, а не вязаться то, что, а что должно тогда быть, а что должно быть тогда арк кварц, оба, теперь я вижу, что я получаю ответ сразу, что нужно какой-то запрос, get, смотрю здесь, args, object, кварц, get фильтр, все, ответ найден, иными словами, здесь получается интересная ситуация, если я посмотрю здесь get, get, то я его скорее всего здесь не найду, или найду, найду, get, вот то, что я делаю сейчас, да, get, найду, нашел, все правильно, get, фильтр, да, get, методы get и фильтр, то есть, мне предлагают, теперь у меня стало, но тем не менее, я не совсем еще понимаю, поэтому мне надо вывод, я смотрю, теперь set get, то есть, запрос args, то есть, я могу еще какие-то параметры задать, иными словами, здесь у меня остается что в голову, остается следующее, что параметры может быть все, что угодно дальше, да, это может быть запрос пользователю, запрос какой-то конкретной вещи, ладно, поехали дальше, сейчас не джангл урок, я пробую применить фильтр, что-то я не дочитал, search один, беру став, фильтр get, id5 exist, и я вижу, что пост не имеет фильтра, прекрасно, что здесь нету, здесь нету чего, объекта, то есть я указал, что выбирать, а откуда убирать, тогда я тип став у нас выведет старый, поэтому я его тут убираю, я беру, следующее пробую, пробую прогнать вообще, могу ли я выбрать с базы при помощи вот этого аль фильтра, создаю переменную ff, и встаю модель, то есть вот он класс, этот параметр, object, это default менеджер, и некий метод, аль, выбрать все, и смотрю ff, действительно я выбираю все записи, все у меня сработало, но меня интересует get, и я думаю, ага, попробуем, mlist, создаю переменную, и вбиваю, так, это же мы вбивали, а, стоп, стоп, теперь, смотрите, теперь сразу я перейду к функции следующей, get is or 404, что я здесь я делаю, они перекликаются, я просто смотрю, что начинка та же, то есть будем работать с тем же, будет возвращаться лист объектов, все объекты, что я еще смотрю, я смотрю, как это будет происходить, я вижу carry set, при этом я возвращаюсь к carry set, и смотрю, что у меня carry set, да, carry set, то есть я буду работать с методами, либо с менеджером, все на ходу делается, и здесь вот показана проверка, да, что класс это будет как раз и default менеджер, который называется object, а вот сам метод, то есть по исходному коду все четко видно, сразу все понятно, просто надо учиться у Бусановского, так и так я беру сначала возвращаюсь вот сюда создаю mlist getlist or 404 вбиваю что первый параметр который у меня и был класс это может быть моделью, это может быть менеджером, либо методом, да, но мы ставим модель, потому почему, потому что мы если посмотрим, здесь есть три вещи, но там же еще разные примеры, мы сейчас в них не будем вдаваться, потому что это не наша тема, дальше я пробую сначала мета старый а, вот title присвоит значение первого поста навряд ли это будет не получается что такое мне опять приходится идти в исходный код что я там должен увидеть в этом исходном коде иду в функцию get or list or 404 и смотрю carry set фильтр значит мне сейчас надо идти прямо в справочник фильтр чтобы разобраться что я делаю не так обратите внимание я постоянно работаю с документацией вот мы с вами должны потом к этому этапу перейти я вижу фильтр следующие вещи arcworks кирюсет и что мне надо было бы почитать как поиск поиск по полям лакап да будет искать в данном ага ага модель мета объект 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 смотрим мы пропустили вот оно объект 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 поиск ну помните я выводил имя объекта и где он делся имя объекта сейчас вернемся к объектам первого класса вот он и вывожу м-лист отлично я взял первый пост то есть смотрите смотрите тайтл мне не пришлось ничего делать оно само нашло давайте разбираться почему оно нашло я захожу и смотрю что же происходит оно вернет обжиг лист лист объектов да в любом случае потому что будут использовать фильтр вопрос мне осталось ответить что я сюда могу внести да аркварс мы говорили что по сути дела что ребят на самом деле все что угодно что касается записи или пользователя да все что можно будет нести в метод фильтр но я думаю что могу использовать и другие методы это присвободно это по умолчанию я могу переопределить я изучаю дальше м-лист делаю пустым правильно я получаю исключение так как не добавил обязательный позиционный параметр добавляю модель м-лист и получаю все записи все прекрасно теперь я пробую сделать по другому ага если ты работаешь как объект первого класса то я могу использовать 200% это атрибуты значит что я делаю я смотрите я иду сюда и смотрю что же у нас может быть getker reset это может быть либо методы выборки либо менеджер здесь добавляется здесь добавляется get object or get list где он get list or 404 здесь добавляется у меня модель ко всему этому и дальше четко пишет что выборка идет фильтр то есть мне вполне понятно значит но я решил поставлю я что title то есть я object здесь не ставил давайте я попробую сработает ли нет фильтр не сработал по одной простой type objects атрибуты error да работать с атрибутами то есть не добрались мы не добрались тогда я вернусь назад и кое-что вам покажу где я это делал ага вот был путь здесь все будет одинаково тогда что я думаю есть модель есть программа простым языком класс который умеет выбираться этой модели и значит нам надо осталось только метод как выбирать ну банально да просто и почем выбрать title ppp у меня есть такая запись вот я выводил вот она и я пробую все отработало прекрасно вот она эта запись тоже вывел все равно лист просто сейчас одна модель хочу выведу один хочу два скажите здесь я сказал что-то сложное на самом деле это сложно к этому надо прийти теперь то что о том вы говорили я вам показываю можно чтобы все это было добавлено в структуру данных в данном случае это будет изменяемый объект список теперь мы переходим опять к вашим ответам и теперь я вам говорю что я от вас ожидаю я от вас теперь ожидаю практики да то есть мы вы поняли как мы будем двигаться с теорией у вас все прекрасно то что надо было увидеть в отличие от этих парней где-то ссылка до сих пор не появилась они друг друга принимают на работу этой компании бояться нельзя питон программистов там нету питон программиста найти труднее чем легче курицу найти зубами я говорю хорошего программиста найти но сделать его можно итак объект первого класса может быть сохранен в переменной или структуре и то и то мы с вами сейчас видели как изменяемая переменная а скажите а как неизменяемая в кортеж может может поэтому тут вы чуть-чуть захлестнули но то что важно растерялись не видели да практики сейчас на данный момент вы находитесь на правильном пути то есть смотрите мы с вами рассмотрели функции рассмотрели там ну порядка порядка 50 вопросов задавал пришли к этому до классов не дошли и сейчас повторяю наш с вами цель написать первый код и мы должны на этапе функции с вами начать писать код с головы слабо не слабо но делать те действия которые только что делал я опираться документация исходный код на основе принятия решения это же просто я показал и вы к этому почти готовы прекрасно вот это то есть переменная передается по ссылке при этом сохраняем будет сохранен результат работы объекта первого класса его итоговое значение я вам говорил вот вы скажете я написал значение здесь надо было большими буквами написать что мы постоянно работаем только со значением все остальное тип операции и айди то ли это значение или другое вы все это показали потому что вот здесь сколько ни пляши будет одно и то же значение всегда для всех для всех классов да будет для всех экземпляров будет одно и то же значение потом будем удивляться а что это не так а тому кто пришел на работу он должен сказать ты что дурак ты что написал это что что ты хочешь вот был правильный ответ нормальный программист подумал бы что его подкалывают ты меня подколол что ты хочешь чтобы экземпляров были разные значения здесь не будут этот класс это есть чистый говнокод страшный а а вот если бы это был радиус окружности и ты бы написал сюда пи потому что оно никогда не будет меняться ни для чего я бы сказал супер вот что надо было выделить понимаете у вас значение рядовое сейчас я вам попытался показать что мы оперируем значением у нас мы ничего не видим и дальше под это значение неважно от библиотеки мы подтягиваем себе что здесь будет модель откроем библиотеку искусства интеллекта там будет какой-нибудь параметр это неважно переменные как не меняй принцип работы будет один и тот же понимаете тут неважно джанга или тога смысл один понимаем ли и язык здесь не важен но этап который вы сделали продвинулись вы прекрасно продвинулись и это вы сами вы сами молодец объект первого класса может быть передан в функцию отлично мы только что это с вами проделали на практике мы только что с вами объект первого класса работали с функциями работали с объектами то есть а до этого мы еще не дошли но дошли уже потом но ранее в примерах мы работали это я вижу тоже понимаете функция от работы возвращает какое-то значение так как мы предполагаем что это будет объект первого класса а это изменяемый тип и передается вам следовательно по ссылке функция возвращает ссылку на объект в виде результаты работы то есть значение абсолютно в точку вы все сделали правильно но вы не определили основу на что вы будете опираться у вас не было рычага все сделали правильно но сделали рядовым а если мы посмотрим на этот код я вам давал эту подсказку обратите внимание вот у нас есть класс да а вот мы смотрим саму функцию вот тот момент принятия решения на написание собственного кода значит здесь мы можем поставить что некое конкретное значение именно в этом весь смысл будет в данном случае переменная может хранить только значение да ссылку на значение правильно вы сказали ссылку я не зря вам задал вопрос а как си плюс плюс хранит переменных и вы это поняли прекрасно значение то что нас сейчас интересует и что может быть этим значением просто в данном случае мы видим две вещи программы для работы с базой класс да для работы с базой но я говорю упрощенно и выборка с этой базой чего нам надо и дальше идут пояснения да либо фильтр в getlist or44 мы тоже его использовали теперь читаем последнее приложение и смотрим что у вас сформировалось в голове использование объекта первого класса это некая аналогия работы указателей из си плюс плюс так как объекты первого класса передаются по ссылке указатели хранят себе адрес объекта на который ссылаются вот не зря пошли в си плюс плюс потому что большинство ребят что что мы можем мы говорим большинство приходит поэтому все объект а смотрите как парень то круто да 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 мы месяц бились но ведь мне надо чтобы передо мной был программист а не попугай и в данном случае большинство ребят из вас извините но вы до сих пор после этого занятия думаю это прекратится но вы говорите в пайтон все объект а дальше молчание тишина что такое объект из чего он состоит мы просто не знаем и идем копировать код а вот этот парень для него объект это как велосипеде он не будет стоять говорить подойдет к велосипеду и говорит велосипед велосипед ну ты же велосипед ну поехали потом не сработало слушай я знаю что ты механическое транспортное средство ну в конце концов нет данный парень будет оперировать тем что мне надо крутить педали потому что это объект первого класса я кручу педали он едет я переменная сейчас мне надо крутить педали и я поеду вот что потому что когда доходит дело до ссылки почему мы лезем в C++ потому что приставить летающую тарелку многие могут а вот ссылку не могут это все просто а результат работы по значению которая помещается либо в структуру данных мы видели да в данном случае выбрали список либо передается функцию либо возвращается с помощью указателя можно изменить значение объекта на который ссылается указатель передав в объект первого класса изменяемый объект также изменить значение передного изменяемого при этом адрес объекта остается тем же абсолютно верно вы это показали я вижу что я вам привел привил еще цутон то есть все нормально и так мы заканчиваем заканчиваем мы следующим теперь давайте так я буду давать домашнее задание смотрите если вам понравилась солидность и вы все-таки хотите потом написать свой блокчейн то я вам рекомендую тогда взять джанга да вы также можете взять на этом этапе уже библиотеку тонн да с ней мы можем поработать тонн пайтон любую да солидность мы пока брать не будем ой сейчас секунду можно взять тонн да для реализации блокчейн но все-таки пойти лучше от джанга где мы будем реализовывать этот блокчейн да то есть солидность мы пока не берем нам надо докончить нам вам сейчас надо начать писать свой код да потому что солидность сейчас немножко вас запутает то есть мы его посмотрели все прекрасно нам надо связка получается джанга нам надо тонн нам надо разобрать смарт-контракты и по сути дела написать нам надо разобрать API нам надо разобрать ну в принципе и все и можно писать уже это приложение но не забывайте что объект первого класса будет и в солидности и в C++ и в Go и в JS и по сути дела нам нельзя тормозить на этом нам надо размышлять да значит если все-таки вы собираетесь с Web работать то берем джанга потому что здесь прекрасная документация потому что здесь сделал приложение и забыл а дальше можно воротить солидность все прочее чтобы все было надежно но это вы сами выбирайте я здесь вам разрешаю выбрать любую библиотеку меня любая устроит предварительно вы разобрались да второй момент чтобы меня не упрекали я сказал что многие слова я буду выбрасывать специально чтобы вот эти ребята которые будут заниматься они все это ссылками значением передали задание мы будем с вами делать в несколько этапов первый этап первый этап вот то что я показывал в коде вам да я хочу чтобы вы сейчас все отбросили а взяли сверху только значение от него отталкивались то есть добавляем я вам даю домашнее задание следующее значение помните что я вам сказал что мы еще к классам не приходили но вы полностью подготовитесь к классам значения так значения ваше объяснение сейчас должно крутиться вокруг значения не забывайте про объект ссылку айди тип то есть вы орудуете тем чем надо размышлять программисту когда он смотрит я это все опускал специально второе вы берете несколько типов данных берете строку пробуете подходит не подходит под это не подходит объясняйте почему берете кортеж и берете список со списками вы прекрасно ладите и берете сет множество оба на да 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 молодой человек да 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 и я хочу с четырьмя этими списками с четырьмя этими в одном в одном файле создайте переменные ваша задача список или кортеж превратить список сложнее кортеж превратить список если это возможно я не знаю сделайте функцию напишите примерно такой код но крутитесь мне вертитесь только вокруг значения остальное все должно быть второстепенным то есть вы работаете с объектом первого класса и везде у вас работает только значение только значение только значение вы это держите в голове вот это все второе мы оставляем поэтому первый этап я хочу увидеть что вы перешли от вот этого этапа когда вы теоретически все понимаете к выполнению практикой и показали я вам набросал примерно что надо показать со всеми проверками со всеми исключениями все эти вещи как это работает чтобы я видел что вы это понимаете уже после этого следующее задание мы можем перейти в этом вопросе конкретной библиотеки но мы пусть на это отдадим месяц-полтора примерно но смотрите это архиважный момент вот с этих занятий вы просто обязаны себе поставить цель не переживайте я подсоблю но вот здесь должен родиться код с головы вот здесь если вы возьмете жанга это будет проще потому что я показал ничего страшного что повторите вот здесь вы должны уже получить первый опыт документации исходный код что куда смотрим зачем смотрим не пугайтесь это не так страшно не пугайтесь если у вас что-то не получится не пугайтесь напутайте важно первый код с головы кровь с носу потому что в классах нам делать будет нечего не надо уподобляться заметьте ребята всем говорю ведь я про типы мы тоже еще не изучали типы у нас нет такого я делаю так чтобы человек использовал типы но я скажу мы еще к типам полностью не пришли типы мы изучаем в три этапа первый этап он и так до меня знал что это скобочки кавычки второй этап я вижу пошли методы методы то есть когда он разобрался с типом методы пошли но когда мы перейдем к классам я вам покажу виртуозно как это все банально просто но к этому прирастем я вижу что по типам он растет мы приходим к типам в этом суть получается для того чтобы писать нам пришлось сделать очень большой материал пройти всего надо вообще я так посчитал вопросов 400 задать обсудить да написать примерно 1700 строк кода у него 200-300 строк получается каждое занятие то есть все нормально и парень если промотает свой у него конспект готовый да то есть он начинает соображать он видит как он растет на дрожжах но сейчас вот перед вами стоит стена либо сейчас вы меня слышите либо никогда либо сейчас либо никогда вот у вас есть точка невозврата если вы дальше двинетесь без первого кода с головы ничего не произойдет вы будете двигаться в пустоту просто блукать грубо говоря туда сюда куда сюда искать больше нечего еще надо много изучить я согласен но сейчас надо написать первый код с головы осознанно сейчас потом мы перейдем с классом на функцию сейчас напишем потом перейдем к классам и это значение вам то что понимание значения оно понадобится ссылка понадобится тогда для вас классы будут песней ну для там надо будет ответить на вопрос который мы сейчас не берем с чего надо начать вот вам пожалуйста неправильное начало изучения класса лет 15 назад но тем не менее умудрился быть каким-то там инженером академии ходил делал умный умный вид но тем не менее до сих пор не пишет это вполне понятно не были поставлены вопросы которые рекомендовал гвидовам росум с чего с двух с трех вещей надо начать изучение классов все бы стало это пожалуйста индивидуально по другому никак и так я сегодня показал высший пилотаж обучения которое реально ведет ребят вот это и есть реальный код и так вы меня услышали что я отожду задание через месяц у нас еще есть достаточно мы должны написать первый код с головы я должен увидеть рассуждение как вы это делаете и как вы это делаете не по каким-то там шпаргалкам а из головы вот объяснение пусть оно будет сначала косое кривое никакое но оно будет ваше и оно будет с головы дальше пойдет проще для ребят которые хотят расти а у меня пишут все если занимается если человек выполняет рекомендации да не надо бежать ничего бояться все получится потому что еще для новичков скажу приходит новичок я даю обычно для проверки знаний исходный код документацию люди немножко боятся где-то стесняются и пишут что ну там может мне вообще сначала начать ну я так понимаю что человек боится написать что он ну либо ничего не написал либо фигню ребят запомните простую вещь есть точка а есть точка б если вы не выполняете задание тест на ваших знаниях на счастье у нас нет точки а куда вы будете двигаться достаточно вы уже двигались когда изучали язык спонтанно по порядку по книгам не работает давайте делайте как говорю дал задание один парень вообще написал я знаю только деф через несколько месяцев читал код поэтому не надо стесняться напишите все но у нас есть точка а и перед вами она будет всегда и вы будете видеть как расти но мне будет четко понятно откуда расти как расти и что делать это важный момент не надо стесняться не надо бояться все мы учимся закончил я у меня на этом все занятие длинное задание вы поняли не поняли уточните но дальше мы пойдем уже сообразили как да итак задача главная через месяц полтора мы должны написать первый код с головы качественный а до этого будем идти вот первое задание чтобы вы разъяснили то что я дал пока все ребята для тех кто смотрел это видео кому понравилось кому много непонятно это не важно сказал что пойдем с нуля с любого уровня когда каша в голове это самая прекрасная ситуация все станет переходите по ссылке пишите письмо спрашивайте вот так 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 выбираете план доступа индивидуальное обучение оплачиваете получаете задание начинаем работать вот это уже срез работы человек очень много прошел понимаете и мы сейчас добираемся до того чтобы написать первый код с головы зачем вы пришли в программирование чтобы писать самостоятельно что есть в программировании главное это документация и исходный код это ваши материалы для работы надо его научиться читать я вам показал на практике что исходный код мы полностью используем для написания своего кода этому можно научиться этому вы научитесь шаг за шагом я вас научу почему у вас не получается потому что многие запутались а правильно я ли я делаю обратите внимание я не раз повторил что про тип я не давал даже потому что каждый из вас кто придет ну кроме того что не начал там второй день изучать они типа будут знать как скобочек кавычки я на это не обращаю внимания я веду так чтобы вы росли в типах мы к ним приходим ребята мы к ним приходим у нас всего то несколько конструкций вы здесь посмотрите видео перейдете индивидуально здесь есть видео как стать практиком за полгода теперь я показал занятия что это реально да что я копаюсь что по другому не бывает я добивался понятия ссылки теперь мы до этого добрались понятия объекта чтобы он не так что объект это все а чтобы чем он будет думать он будет думать типами операций он будет думать значением добрались до объекта первого класса теперь мне надо добраться чтобы он понимал значение потом мы перейдем в коды все последовательно и у вас это все получится кстати места не резиновые ребят, если промедлите просто дорогие останутся, а дешевых не будет, вот и все, спасибо мастер-класс Балсыновского, все пишут